Марафон диалоговых площадок в Гомельской области открыл Мозырь, и самыми первыми на нее вышли представители учреждений образования. Специалистов какого профессионального уровня сегодня могут действительно готовить лицеи, колледжи и университеты? Вопрос совсем не риторический, и самое главное, как его решить, начиная с основы основ подготовки самих педагогов. Будущих педагогов надо готовить не только в пределах университета. Эта работа должна начинаться системно в школе. И в свое время было правильное решение озвучено и реализовано в плане педагогических классов, когда отбирают в школьниках, их правильно готовят, их вводят в профессию уже в школе. И когда они уже поступают в педагогический университет, на педагогические специальности, это дети уже подготовленные, они уже знают, на что идут. Они имеют навык работать с учителями в школе, уже как с коллегами. И вот этот момент мы считаем важным акцентировать, усилить, увеличить количество, может быть, педагогических классов, может быть, изменить критерии отбора. И в продолжение темы работы с молодежью – дискуссионная площадка в Гомеле. Как воспитать у нынешнего поколения любовь к родине? Из какого возраста нужно начинать патриотическую работу? Вообще, государственная молодежная политика существовала всегда, однако новые реалии вынуждают вносить в нее коррективы. По большому счету, современная молодежь достаточно сильно отличается от своих родителей в этом возрасте. Во время работы диалоговой площадки озвучивается предложение о проведении научных исследований в области современной молодежной проблематики с использованием мировых методик. Плюс более активное распространение собственных наработок. Настолько много активных молодых людей, которым не все равно, которые на сегодняшний день в постоянном поиске. Они и к нам приходят в главное управление. Мы постоянно имеем костяк активных молодых людей, которые сегодня учатся и в школах, и в средне-специальных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, которые работают сегодня на предприятиях, которые постоянно в авангарде. И они всегда с какими-то идеями. Молодежи много, но с ней надо работать. Всегда нужно быть в тонусе. Молодежь всегда идет в ногу со временем, и время вокруг нас меняется. Как мы уже говорили, те же новые технологии. Да и вообще, молодежь всегда смотрит на вещи по-своему и создает что-то новое. А главное, что она хочет создавать. Вопрос в том, чтобы давать молодежи возможность не только реализовывать то, что уже придумали, но и возможность придумать самим. Спросить, чего хотят они, потому что часто это приводит к прогрессу. Экологическая тематика для нынешнего поколения, пожалуй, среди самых актуальных. На диалоговой площадке в Мозере нынешняя ситуация оценивается как экологический кризис. Как, если не преодолеть его полностью, то хотя бы не усугубить. Уже несколько десятилетий в мире отмечается тенденция ухудшения экологической ситуации с одновременным сокращением невозобновляемых природных ресурсов. 80 лет осталось наших ресурсов. Я имею в виду углеводорода. На 150 лет осталось угля. Что дальше будет? Дальше будет либо атомная энергетика, но в конечном итоге все-таки основным источником энергии должна быть солнечная энергия. Простой пример провожу. Мы раньше не знали той ситуации, что как можно вести разговор о воде, что ее не хватит и так далее. А сегодня мы столкнулись с этой проблемой. Нехватка воды. Юридическая площадка. Возможность обсуждения в первую очередь внесения дополнений в законодательство и проведения конституционной реформы. В зале адвокаты, прокуроры, судьи, представители политических партий. Конституции страны уже 25 лет. За прошедшее время изменения в нее вносились дважды. Основное требование к новой реформе. Предложения должны быть действительно конструктивными. Любая описанная конституция, если она остается догмой, а не принимает в себя те общественные изменения, экономические, развитие гражданского общества, она остается просто написанной на бумаге, цифры и все. Поэтому вот сегодня, наверное, озрел момент пообсуждать, стоит ли это делать, почему это делать, какие изменения вносить. Поэтому, наверное, из тех участников, кто будет говорить об основных вопросах нашей социально-экономической жизни, у кого интересуются социальные вопросы, мы выведем какой-то определенный мотив, тенденции и направим свои предложения. По каким законам мы будем жить завтра? Впрочем, только диалоговыми площадками тема обсуждения поправок в Конституцию сегодня не ограничивается. Главное, чтобы предложения вносили те, кто действительно знает, о чем говорит. Мне хочется, чтобы в Конституции были прописаны нормы, которые четко и очень жестко защищали бы наследие Великой Победы. Это необходимо сделать в очень простой, доступной форме, так, чтобы никому не повадно было заниматься спекуляциями на сей счет. И в заключение о приеме граждан депутатами Национального собрания. Ирина Довгала рассматривает вопросы работы коммунального хозяйства и благоустройства района. Однако, в отличие от предыдущих приемов, на этот раз много не просто просьб, но и конкретных предложений, которые в том числе касаются конституционной реформы. Сегодня время, жизнь, политическая, экономическая и геополитическая позиция в целом Республики Беларусь диктует то, что изменения жизненно необходимы. И сегодня те конституционные предложения, которые в буквальном смысле этого слова фактически шквалом идут, и на приемы к моим коллегам, депутатам Палаты представителей, и на электронные ресурсы, и обсуждаются в средствах массовой информации, то, конечно же, очень приятно то, что фактически тем, которые не интересуют людей, фактически нет. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.